Всем привет! Сегодня мы будем с вами говорить об Аршане, как он выглядит. Только что вы видели Стеллу, которая сообщает о въезде в Аршан, территорию Аршана. А в Стеллу видите еще сколько места природы. Сейчас вам все покажем и расскажем. Очень-очень далеко до самого Аршана еще, который находится прямо возле гор. Едем, едем к этим горам, едем, едем. Никак доехать не можем. Уже здесь, не доезжая до Аршана, до самого поселка, висят объявления, жилье. Сдаем жилье прямо на деревьях. Поэтому можно начинать пить, отсюда звонить. Жилье прямо на деревьях? Да, вот уже пошли. Прямо объявление, въезд в Аршан. И прямо перед Аршаном объявлений много. Домики, домики, домики. Вот такой он раскидистый, зеленый Аршан. Конечно, очень сильно отличается от вышки и от жемчуга. Очень сильно отличается. Везде объявления, ваустроены дома, дом, стоянка, видите. Поэтому жильем проблем не будет. В отдельном видео мы снимать будем, сколько стоит снять домики в Аршане. Поэтому, кому интересно, ищите у нас на канале, смотрите. Кафешечки разные. Очень красиво. Кстати, очень приятный поселок. Очень мне нравится. И разница, я скажу так, очевидная. Жемчуг, вышка и Аршан. Аршан мне больше всего нравится по насыщенности деревьев. Ну, по тому, как выглядит, в принципе. Скорее всего, вот это центр. Супермаркет. Сразу же горы идут. Аршан находится возле гор. На самом деле, Аршан раскидистый. Это мы едем по главной улице. Мы в подворотни не сворачиваем. Ну, вулочки такие боковые. Но, в принципе, здесь еще пару улочек, и все. Начинается лес вокруг. А все расположено основное. Это по главной улице. Поэтому здесь все можно найти. Массажные салоны. Видите? Но здесь больше похоже уже на маленький городок. В сравнении с Жемчугом. Там вообще село. Селом. И вышка. Тоже такой поселочек. А здесь прям на маленький городок похоже больше. Аптеки. Кафешечки снова. Все здесь можно найти. Гостевые дома. Почта России. Вот здесь прям находится. Сейчас заедем сюда. Посмотрим, какие экскурсии есть. И что? Поспрашивай. Универмаги. Экскурсии, туры, походы. Аршангид. Автокассы. Смотрите. Аренда и прокат туристического снаряжения. Кому интересна такая тема. Термальный бассейн Аршан. Кстати. Насколько я понимаю, что сюда возят микроавтобусами людей. Ну, вот здесь можно, видите. Посмотрим, какие здесь есть экскурсии. Гора. А, это минеральные источники Хангур-Ула. Гора Трехглавая. Так, это у нас озеро Хрустальное. Да, кстати, туда, говорят, далековато идти. С детками сложно. Туркоскат водопадов. Это куда мы пойдем. Так, Чаша Девственниц. Тоже мы сюда пойдем. Экскурсия Аршан. Просто по Аршану. О, даже экстрим сплавы здесь есть по Иркуту. Вот это круто. Иркут очень такая река. Бурная. Пик любви. Вот тоже мы сюда хотим пойти. Сакральный тур. Престолчингисхана. Вот сюда мы поедем. Верх по Кенгирге. Экскурсия. Субурга. Я не знаю, что это такое. И круизы по Байкалу. Кстати, вот здесь сейчас закрыто. Но вот сниму, кому надо. Телефон для справки. Звоните. Можно узнать цены на туры. Не приезжая даже сюда, можно, в принципе, финансово подготовиться. Кому интересно. Вот эти маршрутки с Иркутска берут по 500 с копейками рублей за поездку в одну сторону. Касса можно отсюда берите купить билеты. В Иркутске купить билеты. 500 рублей с копейками можно от Иркутска. Пожалуйста, вот маршруточка вас привезет прямо в центр Аршана. В Аршане есть термальные бассейны. Там даже телефончик есть, надеюсь, видно. Но вы знаете, очень многие все-таки советуют бассейны, горячие источники в жемчуге, на вышке. Ну, узнавайте разницу, кому что, наверное, надо, кому для чего. Ну, вот, хотелось вам снять, что здесь есть. Чтобы добраться до реки, до монгольского рынка, до пика любви сходить, дорожки и до водопадов, нужно проехать дальше. По улице, буквально немножечко за поворотом. Вот здесь находится конец Аршана и путь к достопримечательностям, к экскурсиям разным. То есть разные дорожки в горы, по которым водят экскурсоводы, или по которым можно сходить самим. Здесь ночной путь еще находится для любителей погулять ночью. Вот такой вот он Аршан. Здесь очень красивая река, в которой можно набрать воды в конце Аршана. Вот, рынок начинается. Кому нужно купить разные сувенирчики. Здесь еще в конце за мостом сдают домики тоже гостевые. Вот такая река. И вот там пик любви и водопады. В принципе, об Аршане все, потому что здесь, конечно же, очень много разных вещей есть. Мы не будем все узнавать. Как выглядит Аршан, мы вам показали. Жилье найти здесь очень легко, очень много его, очень много разных развлечений. Тоже я вам показала все. Это, помимо этого, много разных кафешечек, клубов каких-то. Ну, то есть, можно, в принципе, посмотреть еще в интернете, что здесь находится по карте, по месту расположению, по дубл-гис и так далее, где что находится. Хотелось просто вам по факту показать, как это выглядит вживую. Потому что, когда сюда едешь, представляешь одно, а когда приезжаешь, конечно же, совершенно другое все. Одно дело на карте посмотреть, второе дело так по видео вживую. Поэтому, надеюсь, видео вам было полезно. Хорошего вам отдыха. Пока-пока.